Первой темой, рассмотренной на встрече, стало осуществление контроля за использование муниципального имущества, в том числе и земельных участков. В Министерстве земельного имущества Республики и в Комитете по собственности созданы и действуют комиссии по противодействию коррупции. При работе с юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями ведется работа по сокращению задолженности по арендной плате за землю. За 10 месяцев 2016 года комитетом направлено, повторюсь, по земельным вопросам, претензии 93 штуки на сумму 6 млн 652 тыс. рублей, предъявлено исков 13 на сумму 3 млн 531 тыс. рублей. Следующей темой на повестке дня стала проблема соблюдения законов о размещении заказов для муниципальных нужд. Органами, контролирующими сферу закупок, регулярно проводятся плановые проверки по выявлению нарушений. Согласно плану графику закупок, целый годовой объем закупок за 15-й год составил 416,9 млн рублей. Объем закупок у Сан-Плорисона составил 15,9 млн рублей за 4%. Дело о нарушении законодательства в контрактной системе прокуратуры города Кумерталу было направлено в управление федеральной монопольной службы по республике Башкортостан, где было принято решение об административном правонарушении в отношении руководителей контрактных служб. Заместителем главы администрации по социальной политике Натальей Лапшиной в программу работы по антикоррупционной деятельности были внесены новые предложения. Это организация обучения работников администрации, городских предприятий и учреждений и проведения итоговых тестирований, а также новые проекты для молодежных организаций, участвующих в антикоррупционной программе. Акции для автомобилистов взяток не дают, наклейка на машину, образовательно-развлекательные антикоррупционные квесты «Скажи, коррупции нет», молодежная акция «За чистые руки» и очень много вариантов афиш и плакатов для социальных сетей и для улицы по профилактике коррупционной деятельности. По итогам заседания было решено организовать дополнительную встречу с руководителями учреждений всех городских сфер, чтобы задействовать каждого в антикоррупционной работе.